Разбавитель для масляной краски Значит, здесь у нас с тобой разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем, жидкость для разжижения. Взял жидкость, взял белильца, взял синильца, сделал сметанный замес. Этой сметаной полностью выштриховал весь полк. Полностью и наверху, и внизу добавляешь вещество разбавителя, белил, ультрамарина и полностью, полностью, полностью. Когда все это осуществишь, в районе неба уштрихуешь мастихином красочку. До вот такого мутненького, мерцательного состояния. Хорошо? Вот до такого. А дальше будет дальше. И вот это вот пятно с веществом краски набрать-набрать-набрать. Бирюзы тоже чуть-чуть подсунуть-подсунуть. А потом начнем большим мастихином работать вот так, раздавливая краску. Раздавливая. Раздавливая. Хорошо? Краски. Смотри, я беру немножко с синюшкой. Творог краски лежит как сверху на какой-то плоскости. То есть творог этих пен ложится на глянце. Здесь, где у нас белизна, вот такого дракончика укладываем, раздавливаем. Укладываем. Вещества краски больше, чем было, но немного. Раздавливаем. Вот эту конфигурацию крупных световых. Смотри, смотри. Крупный световой столб. Крупный столб. Столб. То же самое. Столб. Чуть будет пониже, наверное, теперь. То есть наложишь вот эти. Плюс теневые. Они будут сиреневить. Можно теневые, допустим, сделать маленьким мастихином. Они будут чуть сиреневить. Но уже чуть плотнее. Даже штрихом можно. Но уже чуть плотнее, чем то количество краски, которое у нас там. Смотри, какая кардиограммка укладки, да? Она соединяется с тем, что мы тут клали. Все вместе начинает звучать. Какие-то дополнительные вкуснятины закинешь. Закинешь уже рисовательно, а не просто придавливательно. Уже как-то всматриваясь в рисунок. Уже как-то всматриваясь в рисунок. Здесь у нас очень важный элемент будет. Тоже с сиреневинкой. Вертикаль отражения. Вот этого белого. Вот этого белого. Вертикаль отражения. Сначала это будет вертикаль. Как у стекла отражения. Которая потом будет подбита горизонталями. Но чуть-чуть надо оставить идею вертикали. Хотя бы чуть-чуть. Для того, чтобы было понятно, что это глянец с зеркальной поверхности. на переднем плане голубой плюс немного коричневого создашь идею волнистости. Может быть, даже одно движение удачное может сработать на пользу. Которое потом будет дополнено вот этими вот этими закрутеликами. Закрутеликами. То есть, немножко, чтобы висячий характер отражения чуть-чуть хоть где-то прозвучал. Давай. Начал. Я же думал, без проблем будет. теневые недолюбливают густую краску. Теневые недолюбливают, световые наоборот любят. на палитре. Для того, чтобы белый класть, нужно хоть какие-то... Ты давай потом поднимешь. Потому что... Когда я пройду, договоришься с соседями... Прикольно? То есть, теневые не любят густую краску. Посмотри, как не любят. Как начинают звучать свет и тень, когда мы правильно выбрали густоту. Мало того, свет оранжевит. Если мы к нашему белому добавим немножко допустим, вот этой алой красноты, то у нее появится теплое звучание. Можно еще добавить, будет еще более теплое. Значит, выразить вот драконисто. Вот помотать рукой, посоздавать идею. Идею У вас получается. Продолжение следует... Вот это вот невкусно, вот так вот невкусно. Вкусно. Мера краски такая, что невозможно делать вот эти вот движения. То есть ее там мало, она не хочет быть вот так леплена. Опять же можно подыгрывать штрихом. Цельность вот этих столбов выразить. То есть вот до того, что несколько дорожек таких сделать. А потом их до утоптать. До утоптать. Вот эти вот, не забывайте идеи теперь. Хорошо? Угу. Вот это вот. Ну ты правильно начал, да? Продолжать в том же духе. Есть там такое, да? Угу. С некоторой розовинкой. Есть такое, да? Угу. Смотри, даже какая-то шершавинка осталась. Угу. Эффектно. Здесь белый врезается ножницами такими. Иногда будут происходить нечаянные, очень красивые проявления. Согласен? Да. Я его не делал специально. Он так произошел. Беречь. То есть не пытаться сделать точно совсем как там. И если что красивое сложится, беречь. Так, здесь слишком много вот этого конечного движения. Глянец вернуть, вернуть глянец. И вот этих ребят класть рыхлым. Рыхлым. Чуть ребром мастихина. Чуть. Рыхлым. А плотные класть? Нет. Вот такими. Вот такими. Иногда зигзагами. Рывками. Скопленностями. Смотри, зигзаг, да? Да. Вот зигзаг должен появиться. Вместо вот этих, вместо вот этих, должны появиться зигзаги. Согласен? Угу. Давай так. Смотри, как это лед какой. Если сдуру получится где-то очень красиво, может быть и оставить. Уже даже переделывая, может получиться очень красиво где-то. То есть, если чувствуешь, что вот здесь вода водой. Беречь. Угу. А вот эту, где вот? Вот эту мелкую. Ну, не очень на ней заострять внимание. Потому что она все равно не произойдет как там. Ну, вот может что-нибудь вот такое подсунуть. Непонятно уже. Не пытаться повторить. Не пытаться повторить. Это просто невозможно повторить. Может быть на крупном формате, на очень крупном формате, мы и эти вещи бы смогли бы повторить. Но это уже очень крупный формат был бы. Побольше в ожидании удачи. Гоняем, гоняем. О, удачно. О, удачно. Здесь я довожу. Вот это чувствую. Вот уже как художник. Посмотри, где трогать, а где не трогать. Уже много симпатичных вещей произошло. А здесь, смотри, чуть с теплотой. Там даже некая розовизна, коричневизна, пусть тоже зайдет. А ее заслонишь. Видите, как переместится у нас. Сюда, ниже. По возможности чуть-чуть показать вот это и перерубить вот этими. И в том числе даже и вот этими. Но чуть-чуть, чтобы было ощущение отражения на вертикале. Тоже не ждал меня. Белил, нет. Старайтесь выдавливать краски, если я к вам подхожу. Потому что у меня времени... Время сокращается на вас. Обязательно вписываться в траекторию. Обязательно вписываться. Потому что эти ребята не вписаны. Они как солома, как иглы топорщика. А здесь две траектории. Одна то, что это волна. Другая то, что это... Маленькая волна. Другая то, что она часть большой волны. В таких случаях можно... Класть набор. Смотри, одна траектория. Это туда. Волны. Мелкой. Другая то, что это часть целого. Ну ничего, слушай, ничего. Рисунок есть точно. Смотри, как оно прикольно укладывает. И сразу создает... Вот даже в силу густ. Потому что вообще масло и вода, они по своей затее текучие. Поэтому просто масло долго не становится... Вернее, долго становится, а вода сразу... Вода вообще не становится, а масло становится. Поэтому мы имеем возможность с маслом манипулировать. А с водой нет. Поэтому очень выгодная штука. Маслом делать имитацию воды. А иногда приходится ждать удачи. Не сразу иногда происходит удачный мазок. Ничего. Можно погонять краску. Пождать удачу. Ну, по-своему, да? Прикольный. И главное от того, что кажется, что художник же специально так сделал. Ну, технарь. Ничего подобного. Валял дурака и ждал, когда получится. Прикольный. Прикольный. Рыжий. Поп globом. Частливый. Попробуем. Я раньше, когда не пользовался мастихином, меня как-то запугали в учебных заведениях, если художник взял в руки мастихин, то ему больше нечего сказать. Художник, который это сказал, занимался иконописью в светской живописи. Конечно, там идея мастихина, но никак. То есть это плакат, и там мастихин не нужен. А я как бы подумал, ну, наверное, он прав, он же собаку съел. Думаю, наверное, прав. Ну, и тем более, среди меня жили, вернее, работали тоже его единомышленники. Поэтому я подумал, что так и есть. А сам приходил на какие-то выставки или там в компьютере рассматривал живопись других художников. И думал, боже, ну как же они это делают? Ну, это же потрясающе. Там, где не видно, что это конкретно мастихин. А потом выяснилось, что надо просто было взять мастихин. Ну, и художники еще, собаки еще те, не показывают друг другу, как они что делают. Наоборот, даже пытаются замаскировать даже на холсте. Поэтому от них не дождешься особо. Только во время учебы они еще способны к такой дружбе бескорыстной. Потом начинается борьба за клиента, за жизнь, за место под солнцем. И они перестают делиться. Вот. Но ты имеешь в виду в том смысле, что масса чудес может происходить нечаянно, нечаянно, гуляя мастихином. Особенно в водной среде. Водная среда располагает к этим мастихиновым удачам. Потому что сама краска напоминает воду. Ну, только она не торопится разбежать. Ну, не расплывается. Поэтому можно вытворять всякое, присякое. Ну, сколько сиропчиков, да? Интересно. Так, ну что-то здесь ты не показала. А, вот это надо было замаживать. Ну, единственное, что здесь, конечно, нужно насадить сначала, раз уж там у нас была неточность, насадить сначала сиреневизну. Смотри, я перемеливаю голубой, который мне мешает. Перемеливаю. Смотри, какая наступательность у пены появилась от перемола, да? А, ну вот так вот сейчас продолжу. Посмотри, что двигается. Какая наступательность. Тоже вот, видишь, кистью можно зайти, создать вот эти. Ну, без краски, смотри, совсем без краски. Я просто разрезаю белила, пачкаю их. Но для того, чтобы было что испачкать, нужно, чтобы они здесь все-таки появились. Согласен, да? Вот сюда должны появиться. Это будет постоянно. Поэтому лучше туда не ставить. Прикольная? Посмотри, какая пенность. Ну и что же она там другая чуть-чуть по конфигурации? Общая-то затея правильная? Правильная. А сюжет, какой получился, вот, от нечаянного. Очень красиво. Смотри, наступательный характер. Смотри, как она атакует. Пена обычно, падая, атакует. Вот этот наступательный характер, его желательно показывать. Давай так. Небо не уделать. В какую белую дымку это все уходит. В какую белую дымку это все уходит. Разрушая эту мягкую структуру раздавленной краски мы получаем пенное содержание тени. Но именно для теневой это красиво, а не для световой. В данном контексте именно для теневой. А световая у нас глянцевая. А световая уют, Музыка. 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 Ну, в целом, нормально провел. Смотри, еще одно наступательное делаю, да? Смотри, хватит. Можно и розовый, и голубой тоже в компанию добавить. КОНЕЦ Ну, не знаю, чего, может быть, я ничего интересного не сделал. В любом случае, я сделал вот этот зигзаг выразительным. И то, что пена таким шаром закругляется внутрь себя. Потому что вот эта ножка, которую выставила пена, она говорит о том, что это шар закругления. Так, хорошо. Нормалёк, да? Да. Во всём случае, с морем очень удобно работать. Если чуть-чуть вооружиться некогда. Там немного приёмов, но они все очень эффективны. Очень много случайного. А ловить случайно, ловить удачу, интереснее, чем педантично всё вырисывать. Да, лицо видно. Из пены вот, видно лицо вот под этим углом. Тем более, вот ещё. Ага, видите, да? Да. Получается, что здесь вот это не видно, да, что ли? Ага. Знаешь, что можно было бы, чтобы это отражение усилить? Когда работа полностью высохла, полностью-полностью, взял немножко маслицем, натер это место, тряпкой убрал. Оставил только чуть-чуть потненькое состояние от масла. Взял вот это, разбил вот такой и чуть-чуть его вертикально посадил. Он почти не нарушит, вообще никак не нарушит структуры засохшей краски, но даст настроение по вертикали, которое будет означать, что это стеклянная обстановка. Вот здесь это подразивительно. Вот, так что можешь потом по-сухому добавить и ещё ли увидеть этот эффект. Таких тем и вот такие задачи вот с морскими чудесами.